ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Российские власти упростили процедуру прохождения технического осмотра. Новые правила начнут действовать 1 сентября этого года. Коснутся они в основном владельцев коммерческого транспорта, для которого регулярный ТО остался обязательным. Из регламента техосмотра исключили проверку потеков двигателя, коробки передач, заднего моста и других узлов, проверку наличия аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки. Также исключен контроль состояния глушителя, тормозных шлангов и стеклоомывателя. ТРАССА СТО ОДИН Компания «Мишлен» приостанавливает работу в России, прекращается не только экспорт шин, но и их производство на принадлежащем французам заводе в Московской области. Объяснять, почему это произошло, думаю, не надо. Несколько дней назад об уходе из нашей страны заявил и японский «Бриджстоун». Завод компании «Вульяновске» встанет 18 марта. То же самое уже произошло с предприятием «Континенталь» в Калужской области. Добавлю, в прошлом году новые автомобильные шины подорожали по скромным подсчетам в среднем на 25%. Такой же рост прогнозировался на 2022. ТРАССА СТО ОДИН Автобус снова поднял цены на автомобили. Предыдущее подорожание было 1 марта. Полюбившиеся кировчанам «Гранты» и «Весты» выросли в цене, соответственно, на 40 с лишним и почти на 90 тысяч рублей. Теперь их начальная заводская стоимость – 728 тысяч и 1 миллион 122 тысячи рублей. У дилеров цены гораздо выше. «Ларгус» теперь продается по цене от 1 миллиона 236 тысяч «Иксрэй» от 1 миллиона 107 тысяч рублей. Стоит предположить, что по итогам первого весеннего месяца продажи тольяттинского предприятия просто свалятся в пропасть. В феврале снижение составило 21%. ТРАССА СТО ОДИН Евросоюз одобрил запрет на поставки в Россию легковых автомобилей стоимостью от 50 тысяч евро, учитывая колебания курса последних дней – это где-то 6-6,5 миллионов рублей. Табу распространяется, например, на модели «Мерседес-Бенц», «Лэндровер», «Ягуар», «Порше», «Ауди», «БМВ», «Бентли» и «Роллс-Ройс». Что будет с другими европейскими автопроизводителями, которые делают не такие дорогие машины, пока не ясно. Например, «Фольксваген». В начале марта концерн объявил, что приостанавливает поставки авто, а также их выпуск на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде. Узнать о наличии и стоимости машин на сайте «Фольксваген» сейчас можно только по запросу. ТРАССА СТО ОДИН Q5 есть, Q7 тоже, как и Q8. А где же Q6? Компания «Ауди» исправила эту оплошность. Кроссовер Q6, что любопытно, получился больше своего собрата, который стоит на ступеньку выше. Продавать автомобиль начнут в Китае в этом году. Ценник пока неизвестен. В техническом плане «шестерка» получилась двойником «Фольксваген Атлас». Моторы будут бензиновыми, двухлитровыми, мощностью 231, либо 265 лошадиных сил. Добавлю, «Ауди», в отличие от многих других автопроизводителей, пока не скрыла стоимость моделей на своем российском сайте. Так, стартовый ценник Q7 обозначен как 6 миллионов 40 тысяч, Q8 – 6,5 миллионов рублей. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. «Трасса 101». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова